Приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Сегодня у нас в гостях Андрей Новиков, мануальный терапевт медицинского центра ВЕРА. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, ну наступила глубокая осень, это период, когда люди, которые чувствуют погоду, скажем так, в первую очередь это гипертоники, люди с повышенным давлением начинают, скажем так, чувствовать ухудшение своего состояния. Как вы, как специалист, можете им в этом помочь? Есть два типа основных гипертонических болезней и нефрогенная гипертензия, то есть повышенное давление, связанное с воспалением в почках. Вот, есть еще несколько там подвидов артериальных гипертензий, но они уже лечатся хирургическим путем, это различные опухоли в головном мозге, в надпочечниках, и это редкие каузуистические случаи, и мы их разобирать не будем. Мы начнем с простой гипертонической болезни. Классики терапии описывают, что причиной гипертонической болезни являются стрессы. Вот. Но в узком понимании населения стресс – это какие-то эмоциональные стрессы, какие-то неприятности на работе, в семье, там, с детьми и так далее. Да, такое есть. Но стрессом, в широком понимании этого слова мы можем назвать много других факторов. Мы перегрелись на солнышке, это стресс для организма – стресс. У человека постоянно болит желудок, позвоночник, шея – это стресс для организма – стресс. У него тяжелая физическая работа – стресс для организма – стресс. И если понимать вот в широком плане понятие стресс, то наличие у пациента различных хронических болевых синдромов также может способствовать развитию повышенного давления. И в этом плане мануальная терапия и прикладная кинезиология, которой я занимаюсь, в частности, может помогать в том, чтобы убрать эти стрессы. Да? Если мы вылечим хроническую боль в пояснице, в суставах, хроническую головную боль, улучшим там состояние печени, кишечника и так далее, мы уменьшим уровень стресса и, соответственно, артериальное давление будет более стабильно. Можно даже как бы привести ее в норму и без таблеток. Вот. Поэтому в этом плане мануальная терапия и прикладная кинезиология очень существенно может помогать людям с повышенным давлением. Другим фактором стресса, допустим, может являться внутренняя интоксикация организма. То есть печень не справляется с переработкой токсина, который вырабатывается в кишечнике, который постоянно отравляет организм. Мы это не чувствуем как бы особо, но наша нервная система воспринимает это отравление хроническое как многолетний-многолетний стресс. Подбирая систему очищения организма, вот, мы убираем интоксикацию и, соответственно, нервной системе живется хорошо. И много-много факторов, которые являются стрессом, да, но которые в классической терапии не рассматриваются. Врач, участковый терапевт, да, у вас стресс, найти вам успокоительное и все. Нать вам таблетку от давления и все. Не копая глубоко, не выискивая для каждого человека, какой у него индивидуальный стресс. Эмоциональный, токсический, болевой и так далее, и так далее, и так далее. В этом разрезе можно помогать гипертоникам справляться с их повышенным давлением. То есть здесь нужен комплексный подход в любом случае? Естественно. Вот. И та фраза, что надо лечить не болезнь, а больного, опять же заставляет нас рассматривать его целостно. Как его гастрит, колит, артрит влияет на нервную систему, что позволит улучшить его состояние. Вот. Вторая часть артериальных гипертензий – это почечная. Что происходит на самом деле в организме, если идет воспаление в почках? Там вырабатывается вещество под названием ренин, да, которое повышает артериальное давление. Ренин вырабатывается в особой зоне клубочков. Когда там идет воспаление, этим клубочкам не хватает кислорода, питательных веществ. И организм, дабы улучшить это состояние, начинает поднимать давление, чтобы прокачать через почки как можно больше крови, чтобы помочь справиться с этим воспалением и так далее. Вот. Поэтому у людей с мочекаменной болезнью, с хроническим пилонефритом, одним из самых важных симптомов является повышенное артериальное давление. Вот. Очень часто, опять же, в классической нашей поликлинике-стационарах, кто лечит гипертоническую болезнь, опускается вот этот вот момент и, скажем так, ну, почки вы лечите у уролога, да, а мы будем вам подбирать таблеточки, которые будут снижать вам давление. Вот. Хотя многие доктора, я знаю, всё это проверяют, но иногда бывает так, что анализ мочи хороший. Вот. Ну, значит, всё хорошо. А начинаешь выяснять более подробно, говорю, сколько раз за ночь вы встаёте по-маленькому в туалет? Три, четыре, пять, шесть. Хотя классическая терапия говорит, что максимум один раз человек должен вставать, да. Если человек бегает много раз за ночь по-маленькому, это значит, что у него почки не концентрируют мочу. Значит, там идёт какой-то процесс, чаще всего воспалительный, вот. И это является одним частым симптомом, что почки всё-таки надо лечить. Вот. И чем же прикладная кинезиология может помочь в этом случае, да? То есть мы можем определить, какой тип воспаления. Простое бактериальное, паразитарное, токсическое, вот. Может быть, воспаление аллергическое. У меня были некоторые пациенты с аллергическим пилонефритом, нефритом и так далее. Вот. Убирая вот эти вот факторы воспаления, то есть мы назначаем травы, диету, иногда антибиотики приходят с почечной назначать, вот. И тем самым у человека воспаление уменьшается, давление стабилизируется. А если лечить вот эти вот пилонефриты долгое время, опять же, да, классическая терапия рекомендует лечить полгода, год, а то и больше, вот. То нам удается уменьшить дозы гипотензивных препаратов, уменьшить скачки давления, да, которые чреваты инсультами, инфарктами и так далее. Вот. Иногда удается даже полностью отменить гипотензивные препараты при таком вот правильном и теологическом подходе. То есть, казалось бы, ничего медикаментозного вы, по большому счету, не применяете в своей терапии крайне редко, да, при необходимости. Ну, да, да. А люди всю жизнь сидят на каких-то понижающих вот этих вот таблетках всю жизнь. Да. Хотя это при почечной гипертонии, да, давление – это защитная реакция организма. И уменьшая давление до нормы, мы как бы ухудшаем состояние почек. То есть, они недополучают тот кровоток, тот кислород, те питательные вещества, которые должны помогать почкам справляться там с воспалением в их тканях. Ну, я хотел бы пожелать вот для нефрогенных гипертензий оцените ночное мочеиспускание, оцените все свои анализы мочи, и если там есть изменения, в первую очередь лечите почки у уролога всеми возможными способами. Это будет стабилизировать давление. И для эссенциальной гипертонии, да, такой совет, опять же, успокоительный, опять же, здоровый образ жизни, опять же, надо почистить печень, там у нас куча препаратов, все их знают, корсилы, эссенциали, улучшить работу кишечника с помощью, там, бифидум, лактопрепаратов, чтобы убрать интоксикацию, да, подлечить хронические болячки, которые будут, скажем так, вносить свой вклад в гипертоническую болезнь. То есть многофакторная болезнь. Андрей, спасибо большое, что пришли к нам. Очень полезная беседа, особенно сейчас, вот в этих погодных условиях, она очень актуальна, на это обязательно нужно обращать внимание, ни в коем случае не игнорировать. Ни в коем случае. Так что, дорогие телезрители, следите за своим здоровьем более тщательно. Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго.